День Большой Город Добрый день, Большой Город! Вчера мы отгуляли крещение и еще один праздник День Спасателя Кстати, наши белорусские спасатели утверждают, что белорусских женщин в горящие избы они пускать не будут Мол, не женское это дело Ну и не надо, нам женщинам самим иногда, самим себя самих, самим, самих себя нужно спасать От чего? Действительно, от чего? Мы, как показывает практика, чаще всего позвоним на телефоны 101 и 112 в службы спасения И вот интересно, от чего же нас могут спасти эти мужественные, сильные, уверенные мужчины? А от чего мы должны спасать себя сами? Все эти вопросы мы зададим нашему сегодняшнему гостю Это пресс-секретарь Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Виталий Димбовский Виталий, добрый день Прежде всего, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником Огромное спасибо за поздравление И я на своем примере думаю, что это адресовано и всем спасателям Республики Беларусь А скажите честно, вот все спасатели имеют стальные нервы? В некотором смысле можно сказать и так Потому что наша работа, она как никакая другая сопряжена именно с каждодневной борьбой в том числе со своими эмоциями И поэтому нервы у нас, если не стальные, то уж держать свои эмоции и контролировать свои нервы Нет эмоций Там, где не нужно, нет эмоций Я думаю, что любая женщина может натянуть даже самые стальные нервы, правда же? Но мы не об этом сегодня Для меня спасатели это прежде всего пожарное Говорят, что с начала этого года количество пожаров по сравнению с прошлыми годами уменьшилось Так ли это, Виталий? Да, действительно Мы по статистике имеем постоянное уменьшение числа пожаров И это не может не радовать, конечно же Однако до тех пор, пока пожары будут происходить И, в общем-то, будут происходить другие чрезвычайные ситуации Это не повод для самоуспокоения И мы будем продолжать интенсивно работать Но вот мы по-прежнему продолжаем почему-то пользоваться холодильниками с неисправной проводкой Втыкаем в розетку 7 приборов Об этом поговорим с Виталием очень скоро А я гордая мама ребенка Которому чуть не вызывали спасатели на концерт гитарной музыки У него палец застрял в номерке от гардероба Так что о том, на что способны, не способны дети и другие неразумные существа под нашим контролем я поговорю с нашим гостем Ну и спрошу, будете снимать котиков с деревьев и бабушек? Вопрос, смотря какой котик, конечно же Ладно, мы это обсудим ближе к концу программы Смех смехом! А вот меня, например, очень сильно удивила информация что один кубометр выпавшего снега весит от 50 до 100 килограммов Представляете, какая это масса? И вот что будет, если вся эта масса рухнет на ваш автомобиль? А если на человека, не дай бог? Ох, даже... Что, Виталий? Я позволю, Ольга, скорректировать немножко эти данные потому что, на самом деле, все зависит во многом от влажности выпавшего снега и эта цифра 50-100 килограмм ну, она если не занижена то, скажем так, это очень радужные прогнозы На самом деле, влажный снег, конечно же влажный снег, особенно вот в сильную метель он очень сильно налипает и на кровлю, и на конструкции и на самом деле масса может достигать и 300 килограмм и 500 килограмм на кубический метр снега и действительно, остается только представить какая колоссальная нагрузка в рамках большого здания может лечь на кровлю а это непроектируемая нагрузка и это может привести к беде Ой, мамочки, ой, девочки, что будет? Даже страшно представить! Лучше, конечно, не представлять и не думать но, дорогие друзья, если в вашей жизни случались такие ситуации когда вы попадали в чрезвычайные какие-то положения в связи со снегом, если вы хотите задать свой вопрос спасателям позвоните нам в прямой эфир прямо сейчас по телефону 237-01-86 мы начинаем спасательную операцию в большом городе будьте с нами! Да, зима, она прекрасна, она хороша но, тем не менее, зимой случается немало каких-то неприятных ситуаций вот, например, я слышала, что МЧС закрывает некоторые магазины в связи с тем, что магазины не очищают крыши свои от наледи, от снега, от сосулек правда это, Виталий? Ну, магазины, это немножко вырвано из контекста хотя это тоже правда вот вернемся к тому, что сказано было минутой ранее по поводу той самой снеговой нагрузки она, если не чистить кровли от снега она, скажем так, весьма значительная и помимо того, что есть угроза обрушения зданий мы в Минске, вот за недавний период выпадения обильного выпадения осадков, мы имели, к сожалению, два случая травмирования людей от падения наледи и снега и, к сожалению, в обоих случаях это были дети то есть, тут вопрос уже даже не риторический есть вполне конкретные примеры, почему негативные примеры, почему нужно вести эту работу и делать ее своевременно понятно, что в сам период выпадения снега очищать постоянно это достаточно трудно когда снег закончился, ну, к сожалению, не до всех руководителей объектов своевременно вот дошла эта необходимость а вот кто должен чистить эти самые крыши мы поговорим буквально через несколько секунд присоединяйтесь к нашей беседе по телефону 237-01-86 ну что ж, возвращаемся к очистке наших крыш вот, Виталий, скажите, мы можем собственными усилиями, собственными руками почистить собственные крыши? или это все-таки специально? ну как ты полезешь? хотя бы, когда я полезу а вдруг с тобой вот рожна на крыше и начну там чистить и вообще, убьемся мы с тобой ну понимаешь, что это опасно, кто-то же должен это делать? на самом деле, у каждого здания, у каждого строения есть свой хозяин я думаю, вы с этим согласитесь и поэтому, вот если говорить простым, понятным языком то ответственность за очистку кровель и вообще за эксплуатацию здания в целом поддержание его в безопасном состоянии ответственен именно человек или организация, которая занимается его обслуживанием которая отвечает ну, в данном случае, ЖЭК, да? ну, если это жилое здание и находится, повторю, на балансе ЖЭСа то, соответственно, этим должен заниматься ЖЭС если это здание, принадлежащее коммерческой организации либо, как вот было сказано по поводу тех самых магазинов еще раз повторю вопрос не в том, что задача именно проконтролировать только именно объекты торговли, те же самые магазины нет, просто к ним было пристальное внимание за счет того, что там большое количество людей единовременно находится и опять же, площадь этих самых гипермаркетов на которую мог упасть снег сверху плюс достаточно легкие конструкции все это совместно, скажем так несколько повысило интерес проверяющих к этим объектам однако, здесь речь идет о всех зданиях снеговая нагрузка чрезмерная и нависающие сосульки, они опасны везде поэтому все руководители объектов повторю, ответственные за эксплуатацию здания должны организовать если не лично, вот как вы сказали, могу ли я каждый человек может однако, есть вопросы безопасности нужно, если чистить, то человек должен обладать навыками промышленного альпинизма, например ты обладаешь этим навыками? кстати, службы специально промышленного альпиниста предлагают свои услуги я видела очень много объявлений в интернете друзья, как чистите вы свои крыши? позвоните и расскажите нам по телефону 237-01-86 а я между тем, вот хочу немножечко нажаловаться я вчера в один магазин заходила довольно большой гипермаркет и оттуда сбрасывали снег и сосульки вот слегка оградив этот гипермаркет я как раз выходила из магазина и только потом заметила, что меня могли травмировать вот это тот самый случай опасный нужно звонить сразу в 101? да, можно звонить, информировать, конечно же о любых случаях именно непосредственной угрозы жизни или здоровью людей конечно же стоит звонить по телефону 101 и 112 однако, еще раз повторю, если есть прямая угроза я понимаю в данной ситуации мне, ну, со слов достаточно трудно оценить было ли там соблюдено то самое безопасное расстояние но, по крайней мере, с ваших слов место проведения работ было ограждено хотя бы уже такая попытка хотя бы за это спасибо ты понимаешь, что если бы Оля сосулька в спину, да, или в голову тогда вас вызывать а если она упала рядом, вас не трогать, так? нет, нет, именно если вот вот если Ольга шла и она видит, что вот давайте вот без Ольги как-то если бы шел просто какая-то другая блондинка Ольга конкретно сказала, какой пример был мы разбираем конкретный пример поэтому, если была угроза, можно было позвонить и проинформировать однако Интересно, какая угроза в жизни Татьяны сейчас случилась что она дозвонилась в нашу службу спасения Здравствуйте, Татьяна Здравствуйте Задавайте ваш вопрос А я бы хотела узнать а можно ли вызывать МЧС населенные пункты если, ну, так замело, что невозможно выйти из дома Вот Спасибо за вопрос, Татьяна Виталий Да, действительно, спасибо за вопрос Отмечу такой факт то, что касательно очистки снега МЧС непосредственно не занимается очисткой дорог и тех же самых кровель все, о чем мы говорим то есть МЧС не будет выполнять именно эту работу повторю, боевые подразделения спасателей они действуют именно в тех случаях, когда есть угроза жизни либо здоровью но приведу и здесь пример позвонить, конечно же, можно потому что во-первых, в соответствии именно с законом есть порядок который определен для организации таких работ и есть комиссии по чрезвычайным ситуациям при местных исполнительных комитетах в состав которых входят и представители МЧС занимают там координирующую как раз таки роль если проинформировать нас о таких фактах конечно же в период проведения вот таких уборочных работ техника будет направлена туда и, скажем так, отреагируют в любом случае те службы, которым надо конечно же, это именно дорожная служба в данном случае однако надо понимать, что как раз таки в период выпадения таких обильных снегов как было вот сейчас получается, что сразу убрать все попросту невозможно поэтому лучше, конечно, ждите, но позвонить можно но мне кажется, я считала, что МЧС все-таки принимает участие в таких акциях в помощи, помогать ветеранам, например, в расчистке снега да, конечно, но вопрос не в том, что мы помогаем ветеранам именно в расчистке снега мы ведем достаточно большую работу именно и с ветеранами, и с престарелыми одиноко проживающими гражданами потому что эта категория людей ну, наименее социально защищена и помощь им мы стараемся оказывать, конечно же, не только ту, которая предусмотрена где-то должностными обязанностями. Наши инспекторы когда ходят и в том числе с официальной проверкой приходят в дом к этим самым и ветеранам и одиноким гражданам, посмотреть на состояние безопасности в домовладении но основная задача, подчеркну, именно оказать посильную помощь если мы можем, где-то помогаем, конечно же и своим физическим трудом то есть, что касается частного сектора инспектор может и в прямом смысле помимо того, что скажет, что у вас печь прохудилась помочь как раз-таки эту печь и отремонтировать если есть такая возможность я поняла, в МЧС работают добрые люди которые могут помогать просто вот по состоянию, по требованию своей души кстати, добрых людей на самом деле очень много все мы недавно пережили вот эти вот страшные ураганы бури с женскими названиями Эмма, именами Эмма и Даниэла так вот, мир не без добрых людей не только МЧС, но и просто обычные люди принимали участие в этих самых уборках, помогая другим людям я думаю, что вы слышали это имя Евгений Селиверстов это человек, председатель Белорусской автомобильной внедорожной ассоциации так вот, этот человек, живя в Минске во время одного из этих вот бурь одной из этих бурь попал в Заславль так как он сам владелец джипа и у него есть некое устройство которым он может очищать дороги он помогал жителям Заславля причем достаточно было просто обратиться к нему за помощью и он прочищал дорогу людям до церкви либо возле школы когда подъезжал грузовичок с продуктами просто какая-то, тимуровец какой-то хороший человек, понимаете у меня в машине, допустим, тоже лежит железная лопата я могу, я не буду расчищать потому что у меня не хватит сил я могу ей поделиться кстати, о лопатах это не ты, что случайно давала объявление о прокате лопатки? нет, я зашла в ЖЭС это очень здорово, на самом деле там стояло огромное количество лопат я взяла лопату в пользование временное мне записали там то есть когда-нибудь я ее верну, разумеется я уже очистила пять парковочных мест возле своего дома да ты что а я вот так вот так, вот кем занимала ордис а я вот так, это было одно явление на улице очень интересного содержания лопаты для уборки снега доставка на дом звоните прямо сейчас уборка снега на одно машиноместо 315 тысяч белорусских людей для кого-то снег проблема а для кого-то способ заработать представляете Виталий, вот как вы относитесь к таким ну не знаю, подвигам или к бизнесу как это назвать? ну в данной ситуации, конечно, это больше бизнес но, однако, ну, всякая помощь хороша и если люди готовы отдать эти деньги за то, что им расчистят какую-то территорию которую они захотят ну, почему бы нет? я думаю, что это вполне нормальная инициатива а касательно помощи вообще конечно же, многие люди вот то, что было сказано это не единичный случай когда оказывалась помощь именно в расчистке многие люди, конечно же, не все имеют джипы у которых есть спереди возможность поставить грейдер для того, чтобы расчищать именно на автомобиле однако, очень многие люди откликнулись и очищали свои дворы и причем не ждали какой-то дополнительной команды и это было очень приятно видеть вот я услышала новое для себя слово грейдер может быть, Иина хочет узнать, что такое грейдер а может быть, просто задать какой-то другой вопрос нашему спасателю здравствуйте, Иина здравствуйте задавайте свой вопрос скажите, а кто должен очищать крыши в дошкольных учреждениях, в школах? ну опять же, нужно смотреть, кто ответственный за эксплуатацию этого здания если здание находится на балансе какой-то организации то именно эта организация обязана простите за тавтологию, организовать очистку кровли то есть это предусмотрено как раз таки нормами по эксплуатации очистка кровель, приведение в безопасное состояние они возлагаются, как я уже и говорил и повторю это еще раз на тех, кто владеет этим зданием мне кажется, в школе работают одни женщины неужели им приходить с лопатами очищать? но эксплуатационные конторы они, там достаточно людей мужчин с руками, честное слово знаете, может быть, хорошо, что одни женщины работают потому что некоторые мужчины совершают совершенно, на мой взгляд неадекватные поступки какие-то вот в Костяковическом районе один мужчина попытался отогреть водопровод при помощи паяльной лампы что из этого получилось, расскажу после рекламы сегодня в большом городе спасательная операция мы задаем вопросы и вы можете задать свой вопрос по номеру 237-01-86 пресс-секретарю Минского МЧС Виталию Дымбовскому Виталий, вот скажите, я до рекламы привела пример о том что один мужчина попытался разогреть, наверное, свой водопровод при помощи паяльника при этом он получил 12% ожогов а зачем он это делал, и вот как это могло в голову взбрести и, ну, вообще, так стоит поступать вообще? нету слов даже я думаю, скорее там фигурировала паяльная лампа а не паяльник, это несколько разные вещи ну, я не понимаю, извините, да паяльник это электроприбор, как правило а паяльная лампа это то, что как раз таки скажем, откуда вырывается открытое пламя то есть здесь совершенно разные вещи поэтому, ну, чем он руководствовался и для чего он это делал это, наверное, можно только у него наверняка спросить однако, говорить о том, почему человек получил ожоги и почему он пострадал, конечно же, здесь можно потому что, во-первых, когда используется открытый огонь надо быть предельно осторожным и такие устройства, как паяльная лампа ну, опять же, как бы не звучало вот официально мы всегда говорим, что читайте инструкции завода-изготовителя и как раз таки в таких устройствах, которые несут повышенную опасность инструкцию надо прочитать сверху вниз, снизу вверх потом задать себе несколько наводящих вопросов все ли ты понял, вот, как действовать в разных ситуациях а у нас, к сожалению, люди часто вот пока до беды не дойдет то есть инструкцию читают потом так а что, что у меня... в лучшем случае, если оно сломалось не произошло беды, оно просто сломалось и он тогда думает, так, раз оно сломалось значит, наверное, я что-то неправильно делал пойду-ка я почитаю инструкцию так вот делать надо с точностью до наоборот почитать инструкцию, а уже потом, ну, скажем так производить какие-то действия и поэтому... Понятно А вы вызывали спасателей? Позвоните, расскажите, по какому поводу и когда это было, и спасли ли вас? Я уверен, что спасли меня, спасли номер нашего прямого эфира 237-01-86 Звоните По поводу спасли-не спасли у меня было две ситуации значит, была ночная съемка я пришла рано утром была жара, лето я открыла балкон, легла спать проснулась я от того, что кот бросился мне просто с криком вау! на груди, значит я открываю глаза, вся в чаду вся в дыму едком, жутчайшем начинаю кашлять, задыхаться не понимаю, почему все белым-белым я за телефон, за кота и, значит, в трусах и в майке на лестничную площадку вызвала МЧС МЧС приехала оказалась причина очень простая банальна и страшна одновременно внизу открытый балкон матрас, значит, сдаваемая квартира матрас, кто-то сверху курил бросил бучок матрас очень долго тлел и дошел до своего этого эпогея когда уже все просто стало подниматься ко мне в квартиру действительно, спасли, потушили выбросили, залили я очень благодарна вот за этот факт иначе бы я сейчас с вами, наверное, не говорила ты знаешь, вот ты благодарна а я слышала такие отзывы, да? что вот приехали пожарные залили все на свете и этот вот, вот этот пена, я не знаю, что там вот во время тушения пожара используется пена, вода, она все покрывает короче, пропадает то, что не успело сгореть но с другой стороны, Оля, ты жива, понимаешь? а это все, ну что, подушечка сохранится с диванчиком а ты накладываешь это, я понимаю? ну зачем это? люди как-то не особо ценят собственную жизнь а в первую очередь спасают имущество и когда это имущество еще и страдает дополнительно они очень расстраиваются на самом деле, я вот все-таки попробую прокомментировать для всех тех, кто как раз таки подобным образом мыслит как сказала Ольга, что приехали и все залили на самом деле, ну понятно, наверное каждому, взрослому человеку потушить огонь, простите не поливая водой невозможно, то есть не применяя методы тушения мы стараемся действовать максимально аккуратно в любой ситуации все зависит прежде всего от масштаба самого пожара если пожар мелкий, если просто загорелся какой-то отдельный диван и это не вышло за его пределы или как сказано было, вот матрас никогда в жизни дело не дойдет до соседей никогда мы не прольем лишнюю воду вплоть до того, что если мы видим, что нет угрозы распространения дивана, ну дыма много но диван попросту тлеет, мы можем даже свои средства не разворачивать попросту, по-человечески взять, набрать из крана ведро воды то, что обычный человек просто в ситуации испугался сделать сам и убежал мы просто возьмем аккуратненько использовав там пару литров буквально чтобы залить вот этот очаг но если пожар разгорелся то и требуется на инфидацию очень много воды у меня пара вопросов что делать, если загорелся дома телевизор возможно такая ситуация была или еще возможно будет у кого-то не дай бог телевизор, сковородка, что делать вот говорят, что телевизор надо отключить от сети и заливать водой, так? все правильно, да ну вот телевизор, сковородка, разные вещи с точки зрения тушения но тем не менее, попробуем по полочкам электроприбор телевизор как пример, но тем не менее любой электроприбор да, правильно было сказано прежде всего нужно, конечно же по возможности, подчеркну, обесточить понятно, что если вы его обнаружили на стадии, когда уже полыхает все и за этот провод тоже взяться невозможно ну, конечно, в идеале можно еще выключить рубильник наличные клетки обесточив всю квартиру и электроприбор однако, если вы увидели это на той стадии, когда вы можете это сделать обесточить, а после его можно тушить чем угодно если у вас есть плотное одеяло из натуральных тканей которое не оплавится сразу от температуры например, какой-нибудь хлопчатобумажная ткань можно просто набросить на этот электроприбор и прекратившись скажем так, кислород не будет поступать к зоне горения он потухнет либо залить попросту водой опять же, сходить взять ведро воды набрать, тазик, кастрюлю все что угодно, что попадется под руки и затушить лучше метода пока не придумать а вот эти самые пожарные извещатели у меня был капремонт там 5 лет назад и просто вот ну, там ходили раздавали их, да они работают в такой ситуации? они работают и великолепно работают у меня отец на даче заснул и у него начала у него упала случайно заглушка на печи и он начал орать он его реально спас на самом деле прибор очень эффективный и он доказывает свою эффективность из года в год уже сотни спасенных жизней по статистике и вот как раз таки ситуация когда попросту происходит пожар на ранней стадии именно этот прибор позволяет его обнаружить потому что он реагирует именно на дым дым поднимается сначала струйкой к потолку а потом расстилается по его поверхности поэтому наличие извещателя на потолке гарантирует то что на самой ранней стадии он вас разбудит и как минимум спасет не кот на грудь у меня до сих пор нету этого извещателя а давайте спросим у Светланы есть ли извещатель у нее а потом она задаст свой вопрос здравствуйте Светлана здравствуйте вас спасали нас не спасали извещатель у нас есть все хорошо мы стараемся правила пожарной безопасности соблюдать но у меня такой вопрос я постоянно борюсь со своими родственниками и коллегами по работе чтобы они доставали эти розетки телефонную зарядку вот телефон зарядили а провод в розетке оставили ну скажите пожалуйста есть ли опасность удара током или возгорания спасибо за вопрос вопрос на самом деле очень хороший и актуальный потому что наверное сейчас все люди используют мобильные телефоны и как раз таки была даже статья на наших основных интернет ресурсах которые я отнесся как минимум скептически и достаточно критически они подсчитали экономическую целесообразность то что на самом деле не очень много электроэнергии потребляет оставленное зарядное устройство однако нужно понимать что любой электроприбор который включен в сеть несет в себе опасность и поэтому оставлять без присмотра включенный ни в коем случае нельзя поэтому случаев возгорания к счастью не так много однако ну зачем вам быть именно той одной из тысячи на чей счет придется именно вот это статистическое возгорание поэтому не оставляйте ни в коем случае ни зарядное устройство ни какие другие электроприборы в сети ладно я пошла я оставила тоже у меня тоже все зарядные вот глупая в розетках да это ладно а я почему оставила ну знаете ладно зарядные а когда вот люди оставляют зажженные свечи вот я знаю что свежий случай произошел сегодня или вчера когда бабушка заснула в собственной квартире а проснулась в задымленной уже там пожар был полным ходом все имущество сгорело слава богу бабушку спасли а причина то в чем в свече в церковной свече понимаете а сегодня сгорела мастерская у художника да то есть МЧС тоже приехали вовремя потушили но картины да да это у нас в Минске было сегодня да сегодня да скажите а сколько времени проходит вот от звонка тревожного да от того что все горим приезжайте и до вашего приезда на самом деле здесь есть как объективные факторы на которые мы можем повлиять так и субъективные у нас есть жесткие нормативы по сбору нашего подразделения с момента поступления сигнала тревоги и выезду из подразделения я вас уверяю что пройдет не более минуты с того момента когда диспетчер передаст сигнал и колеса в машине будут крутиться а у вас тоже как у американских этих ой по столбику съезжают вниз есть у нас и столбики однако это серьезно на оперативность не влияет у нас очень много организационных моментов которые помогают нам быстрее реагировать касательно субъективных причин все наверное особенно вот в большом городе вот мы выехали через минуту и простите уперлись в пробку да и насколько хорошо будут уступать водители несмотря на нашу световую звуковую сигнализацию на машинах насколько скажем эта ситуация сложится положительно вот культура вождения улучшается вы знаете культура вождения у нас достаточно хорошая однако нужно понимать что достаточно одного человека который попросту вот не уступит и еще что хуже поедет на перерез транспортному средству оперативного назначения это приведет как минимум к замедлению как максимум бывают и случаи дорожно-транспортных происшествий Виталий у нас была недавно программа с вашим участием мы вам звонили по телефону по поводу детской безопасности да вот Катя об этом будет еще говорить но у меня такой вопрос вот пожары пожары да и разумеется социально неблагополучные слои населения более подвержены да вот стать пожарниками это те кто горел да или же как бы это не зависит от образа жизни вот скажите мне я вот все к этому угну по статистике к сожалению основная причина пожаров вот именно в жилье то есть там где в основном люди проводят свое время до сих пор к сожалению у нас это неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии то есть вот так официальным языком да понятно что люди которые курят в постели пьяными чаще всего горят и чаще всего гибнут то есть вот вам прямая зависимость от вот такого социального образа жизни однако хочу отметить что пожары не щадят никого и бывает достаточно на самом деле благополучных семьях вот такие вот причины и особняки горят и особняки тоже простите знаете очень интересно у нас беседа и к ней хочет присоединиться Валентина давайте узнаем с каким вопросом она дозвонилась к нам здравствуйте Валентина здравствуйте значит два случая у меня связаны в последние годы со спасателями первый два года назад 31 декабря ехала к родственникам встречать Новый год и вдруг на рельсе прямо перед поездом лег молодой человек это была трагедия была бы трагедия если бы не молодой другой человек Саша зовут вскочил буквально без страха и врывком вытянул это на станции восточной было отшанское направление он спас его он посадил в электричку этого пьяного парня скажем так в определенном направлении чтобы он успел проспаться сказал что надо ему ехать вот а потом когда я спросила у него как это вы так рискнули и спасли его он говорит моя такая профессия я в МЧС я спасаю людей конечно я позвонила с праздником поздравила и этот случай привела кроме имени ничего не знаю второй случай тоже у ванной капает на меня вода течет это самое и вызвала МЧС а потом дети говорят мамы по таким мелочам вызываешь надо говорит предупредить это самое сделай отбой я позвонила отбоя мне сказали говорит вы что ждете пока вас зальет приехали ребята посмотрели у меня поднялись наверх нашли неисправность наверху подсказали тем соседям как нужно сделать устранить ее вернулись к нам и сказали я конечно поблагодарила объяснили ситуацию и с праздником вас большое вам спасибо за то что вы есть и нам помогаете в нашей жизни вот самое главное слово спасибо большое правда же это очень очень трогательно но подозреваю что довольно хорошо когда взрослая женщина осознает что и как а вот дети подозревают даже не очень понимают что их спасли и о том к чему могут привести детские шалости почему спасатели вынуждены выезжать в таких ситуациях мы поговорим после рекламы в нашем большом городе гость спасатель не потому что у нас что-то горит или потому что кому-то плохо и никаких к счастью чрезвычайных ситуаций у нас нет но мы собрались для того чтобы о них поговорить по телефону 237-01-86 вы можете позвонить в наш прямой эфир и задать свои вопросы нашему гостю Виталию Димбовскому и он квалифицированно на них ответит и у нас есть звонок от Аллы которая готова поделиться своим опытом встречи со спасателями здравствуйте Алла здравствуйте я бы хотела предупредить всех особенно тех кто делает в квартирах ремонт и не только в квартирах но и в домах и снимают пожарные вещатели якобы это некрасиво неудобно и так далее но это может спасти жизнь вот у нас Виталийский был такой случай тоже сделали ремонт ребенок остался один в комнате своей детской на ночь спал то ли там оставили обогреватель то ли что-то с проводкой в общем не было пожарного извещателя случился пожар к сожалению ребенок погиб да это конечно очень горький урок мне кажется это слишком большая дорогая цена которую пришлось заплатить за в общем копеечный прибор я правильно понимаю все правильно прибор на самом деле очень нужный и это социальный продукт он стоит совершенно недорого можно купить в любом универмаге его хозяйственном магазине и самое главное что вот тут видите у человека нет сомнений теперь что этот прибор нужен и как раз таки хочется и сказать не ждите беды используйте пожарные извещатели тем более во время капремонта и в новых домах их устанавливают совершенно бесплатно их ставят и они должны быть ваша задача просто менять батарейку примерно раз в год однако он может реально спасти вашу жизнь поэтому не пренебрегайте этим а о том как спасать наших детей будем разговаривать буквально через секундочку дети конечно наверное довольно часто становятся причиной вызова спасателей вот какие самые такие приходят случаи на ну на самом деле ситуации ну к сожалению много именно на которые приходится реагировать спасателям связанные с детьми но к счастью не все они заканчиваются трагично вот действительно есть и такие достаточно бытовые ситуации как вот вы вначале сказали что застревание пальчиков конечностей детей в различных элементах элементах интерьера в детских игрушках и так далее иногда к сожалению я же говорю приходится реагировать именно спасателям потому что длительное сдавливание конечности может привести вплоть до конечно и даже потери поэтому тут медлить нельзя и надо вызывать если вы сами не можете это снять самостоятельно но лучше мне кажется в первую очередь все-таки детей обучать чем потом спасать правда я слышала что МЧС открывает свой центр для того чтобы научить детей безопасности жизни это правда да это правда и вопрос не только в открытии именно нашего специализированного центра мы ратуем за всеобщее обучение детей начиная вот именно от родителей заканчивая учреждениями образования мы добились того что вернули в школу предмет ОБЖ именно основы безопасности жизнедеятельности это крайне важная дисциплина потому что от того насколько дети будут обучены основам безопасности с самого раннего возраста от этого зависит насколько будет безопасной жизнь вот этого всего целого поколения которое вырастет они смогут передавать все знания уже своим детям поэтому мы начиная с детского сада в прямом смысле постоянно ведем эту работу с детьми ведем работу с педагогами рекомендуем им как работать с детьми как их обучать основам безопасности ну и конечно же с родителями Потому что главный авторитет в жизни ребёнка – это родители. Они должны заниматься здесь ключевую роль, конечно, в обучении. Ну, вообще, конечно, дети в городе, они совсем в другой ситуации находятся. И в, не знаю, куда-нибудь и в магазин, в супермаркет, мало ли, сосулька на концерт потерялся или залез куда-нибудь. Или номерочек неправильно. Да, или номерочек на пальце. На всех концертах, на больших крупных мероприятиях, ведь дежурить спасатели, правда? Конечно же. Это я к чему? К тому, что на 22 числа в прямом эфире «Беларусь-1» состоится финальное-финальное шоу Евровидения. В общем-то, мы вас знакомили, друзья, с десятью участниками. И кто же поедет в Швецию в этом году, вы узнаете, посмотрев «Беларусь-1» 22 января. А я рада сообщить, что партнёром показа национального отбора на международный конкурс «Евровидение-2016» является мой любимый компьютерный производитель «Делл». «Делл» — мировой лидер в области производства компьютеров, поэтому я хочу вам сказать, что у меня хороший вкус. Компьютерная техника «Делл» — это надёжность, качество и решение задач любой сложности. Компьютеры горят? Горит всё. Закрыли электроприборы, которые остаются без присмотра. Которые остаются без присмотра. То есть надо выключать. Не просто вот так закрыли и заснул компьютер, а надо его совсем выключать, выключать. Ну, касательно ноутбука, конечно же, прежде всего надо зарядное устройство достать из него и извлечь его из розетки. Ясненько. У меня есть предложение. У меня действительно у ребёнка, подтверждаю, в дневнике есть в расписании ОБЖ как дисциплина. Более того, он как-то пришёл, принёс журнал «Молодой спасатель», «Юный спасатель». У них была какая-то викторина, к ним приходили и учили. Вот я решила повторить. Журнала «Юный спасатель» у меня нету с собой, к сожалению, победителю. У нас разная ситуация, да? У нас разная ситуация. Вот давайте описывать. У меня ситуация. Начался пожар. Вот честно, про 101 телефон помню. Знаю, что надо схватить детей и документы. И выскакивать на мороз. В чём была? В чём была? Даже не одевшись? Нет, ну, куртку с собой. Как тут меркантильная особа? Нет, нет. Причём тут меркантильная? Ты представляешь, в наши морозы. У меня сильно горит. Понимаешь, всё, что я успею, это схватить. Да, мы вы тратите драгоценное время на обсуждение того, что должно уже было быть сделано давным-давно. Виталий, ну скажите, что нужно сделать в первую очередь? На самом деле вопрос состоит именно в том, где начался пожар. Если у вас, то вот эти вот правила, конечно, расправедливы. Если вы видите, что пожар уже вас настиг, и он развился, вы не можете на него никак повлиять, самостоятельно тушить, небезопасно. Конечно же, нужно максимально быстро покинуть это помещение и вызвать спасателей. Кого и что с собой брать, конечно, тоже зависит от ситуации. Прежде всего документы, но если на это есть время, подчеркну, дышать едким дымом, крайне небезопасно. Никакие документы уже потом будут не нужны. Поэтому дети, конечно же, и другие члены семьи разбудить и эвакуироваться вместе. Если пожар произошел не у вас, но вы чувствуете запах дыма, вы видите, что это точно не в вашей квартире. Основная задача, конечно же, закрыть щели в дверях мокрыми тряпками и в вентиляции то же самое, и вызвать спасателей, сообщив о том, что идет откуда-то дым, спасатели приедут, по указанному адресу разберутся. Но ваша задача дожидаться их приезда, ни в коем случае не выходить из квартиры в задымленную среду. А, и лифтом нельзя пользоваться, это я помню. Нужно ли вызывать спасателей в моей ситуации? В доме прорвало трубу, хлынула вода. Ну, это не прямая компетенция именно МЧС, однако я хочу напомнить всем, что... Аварийная ситуация. Существует, да, это аварийная ситуация, однако реагировать на любые нештатные и аварийные ситуации должны соответствующие службы. Здесь как раз-таки нужно и можно позвонить в МЧС, в единую дежурно-диспетчерскую службу, под тем самым всем известным телефоном 101 и 112. Наш диспетчер оценит ситуацию, если требуется вмешательство именно подразделения МЧС, машины будут высланы. Но в любом случае информация будет тут же передана в соответствующую службу, которая приедет и отреагирует, и поремонтирует вам воду. Понятно. В квартире чувствуется запах газа. Значит, я бегу газовой плите, перекрываю все, открываю окна первоначально, наверное, да, перекрываю газ, выбегаю опять же на лестничную площадку и звоню вам. Все верно. Однако тут хочу предостеречь. Самое главное в этот момент, когда вы почувствовали запах газа, ни в коем случае не пользоваться ни приборами, которые вызывают искрение, открытый огонь, и в том числе не надо включать выключатели света. Потому что как раз-таки щелчок может спровоцировать ту самую искру. И не курить ни в коем случае. Ну, это относится к прямым источникам уже, конечно же. О том, я еще говорил. Потому что, да, надо перекрыть, надо посмотреть, у вас это или не у вас, но вы не можете оценить концентрацию, может она уже взрывоопасна. Поэтому лучше, конечно, 104, это телефон газовой службы, ну или опять же тот самый всем известный универсальный номер 101. Звоните, покидайте квартиру и сообщайте. А что там с кошками? Мы, кстати, не разобрались. Вот я хочу, вот я хочу, на всякий случай, 101 из мобильного просто 101 безо всяких. Абсолютно верно. 112, единый, кстати, европейский номер, правильно? Это единый, да, стандартная практика, поэтому неважно мобильный, это не мобильный, 101 безо всяких дополнительных усилий. Так а что с котиком? Я вообще-то знаю, что коты сами слезают, поэтому меня-то это не очень волнует. Все правильно. На самом деле в такие ситуации, как там застревание на деревьях, попадают именно домашние коты, которые, к слову, являются именно имуществом, в соответствии с законом имущества. За которое люди должны отвечать. А бабушка, если вдруг сбежала, или дедушка? Ладно уже, бабушка прямо сбежала. Я понимаю, что вы так немножечко хотите вызвать улыбку у нас на лицах. Не будем мы снимать ни котов, ни бабушек, ни дедушек, просто потому что... Я имею в виду коты. В лучшем случае, я буду нормально тебя не желать. У меня есть хорошая новость для вас. Я тоже хочу, спешу поделиться с вами. Посмотрите, что у меня есть. Мне сделали прекрасный подарок. Это моцная картка от Альфа-банка. Я теперь, между прочим, могу ходить по магазинам и получать большие скидки. Так что смотрите и завидуйте. Уникальное предложение от Альфа-банка. Кредитная карточка моцная с беспроцентным периодом. Дополнительный бонус. Более 160 торговых сетей и магазинов предоставляют скидки. Звоните 198. Кредитная карточка моцная Альфа-банка. Пожалуй, самая выгодная кредитная карточка. Возобновляемый грейс-период 15 дней без процентов. Бонусы и скидки на покупки в тысячах магазинах по всей Беларуси. Оформите карточку в любом отделении или на сайте Альфа-банка. Узнайте больше по телефону 198. Ну что, вот такая интересная программа получилась. Очень много вопросов осталось. Виталий, ну вот коротенько, коротенечко, кратко. Что нужно делать в чрезвычайной ситуации? Действительно, в рамках программы всего не расскажешь. Поэтому мои рекомендации людям. Прежде всего, думать то, что вы делаете перед тем, как сделать. Основные правила безопасности, они лежат на поверхности. И взрослым людям они интуитивно понятны. Поэтому думайте, что вы делаете, какие последствия могут наступить. Ну и, конечно же, учите безопасности своих детей. Пусть все будет хорошо. Вы знаете, я каюсь. Благодаря звонку Аллы и вашему присутствию, Виталий, разумеется, и разъяснению, я полезу после программы сегодня в чулан и достану извещатель. Прикреплю его обязательно. А я, в общем, вместе с ребенком, наверное, полистаю его учебник по ОБЖ, чтобы удостовериться, что он точно знает, что делать и что не делать. Хорошие советы. А еще главное, запомните, телефоны службы спасения 101 и 112. И при первой необходимости непременно звоните. Берегите свою жизнь и своих близких. Говорите о гриппе в программе «День в большом городе». Будьте с нами в 13.10 на телеканале «Беларусь-1». До встречи. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok